Заработать на интернет покупка в Китае очень просто. Кэшбэк сервис Letyshops.ru, более 740 интернет магазинов и удобный интерфейс. Заходи по ссылке в описании и начинай зарабатывать с китайских покупок уже сейчас. Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал Chain of Gadgets и сегодня мы продолжим наш обзор на эту чудесную тряпочку из магазина Yum.ru. Да, это та самая, которую мы распаковали в видео с 3D ручкой. Из этого же магазина. Так вот, настал момент ее протестировать. Собственно для чего это чудо разрабатывалось. А разрабатывалось оно для моментального, вот так вот, моментального устранения небольших потертостей, мелких царапин, на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля, мотоцикла, мопеда, ну и так далее. Однако, насколько эти заявления правдоподобны, сейчас мы с вами и постараемся узнать. Ну, во всяком случае, она немножечко выпахивает чем-то, чем-то фруктовым. Я бы даже так сказал. Ладно, погнали. А вот и наша подопытная. К сожалению, приобрел я вот такую вот нехорошую потертость на левой стороне бампера. Надеюсь, вам видно. Руки должна быть заметна. Во всяком случае, мне ее видно прекрасно. Надеюсь, наша тряпочка хоть как-то ее замажет и это все дело не вскочит на следующий день. Я не пытаю надежду, что прям на 100% все это дело можно будет убрать. Но если процентов на 50, уже будет достаточно неплохо. Я все это дело уже тут почистил, зачистил. Ну, во всяком случае, от грязи и пыли. Сейчас опять жирными своими пальцами, блин, протер. Опять повторно. Сейчас все это дело протру. И попробую круговыми движениями нанести воск с этой тряпочки, который на ней уже впитан, в нее. То есть, ничего дополнительного я добавлять не буду. И попробую круговыми движениями все это дело прибрать. Ну, что ж, погнали. Давайте попробуем. Ну, эффект достаточно интересный получается. Поверхность становится немножко матовая. То ли она жирная становится, то ли матовая. Но мелкие огрехи куда-то скрылись. Не знаю, надеюсь, не до первой мойки. Но их сейчас не видно. Разумеется, толстые царапины и те, что были белые, такие достаточно глубокие, то есть, лак полностью был продран, они остались. Но они стали такими не сильно заметными. То есть, даже можно не обращать, не париться внимания. Но вот большие, которые я подкрашивал уже сам, товарищ мастер, блин, я. И они остались. Вот это вот ерунду. Ну, выглядит пока что получше, чем было. Не знаю, насколько это все дело долговечно. В общем, ладно, буду тереть дальше. Ну, что ж, мои дорогие друзья. Вот результат 10-минутной работы данной тряпочкой. С одной стороны, царапин практически больше не видно. Во всяком случае, они не бросаются так жутко в глаза. А с другой стороны, поверхность стала матовая. Ну, или даже, я бы сказал, она немножко жирная. Потому что, если хорошенько придавить пальцем и протянуть, то какой-то небольшой след остается. В инструкции указано то, что данную поверхность нельзя мыть, мочить в течение суток, как минимум. Ну, и чем большее количество раз я буду протирать данную поверхность, тем лучше будет результат. Ну, об этом я уже расскажу вам в комментариях. Так что, задавайте вопросы. Постараюсь проездить с этим неделю, потом еще раз пройтись, потом еще раз пройтись и, в общем, вынести вердикт. Но это уже в комментариях. Так что, задаем вопросы, постараюсь ответить всем. Ну, и если же вам понравилось данное видео, не забудьте поставить большую палец вверх. Подписаться на канал, оставить свои комментарии, опять же, и вопросы под видео. Ну, и не забудьте посетить нашу группу ВКонтакте. Также там проводятся фотосессии всех устройств, которые приходят ко мне на обзоры. Там я выложу фотографии до и после этого эксперимента. Ну, и, собственно говоря, все. Всем огромное спасибо за внимание и поддержку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok